ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Наркотики и любопытство. Наркотик, принятый из любопытства или от скуки, может повлечь физическую и психологическую зависимость. Я из-за спайса приобрела такую страшную болезнь, как эпилепсия. Врачи сделали томограмму головного мозга, сказали, что это из-за употребления химических препаратов. Теперь я пью таблетки до конца своей жизни. 19 августа 2004 года по благословению владыки Феофана архиепископа Ставропольского и Владикавказского был организован первый в Южном федеральном округе православный реабилитационный центр. Он расположился в станице Темнолесской на территории заброшенной ученической бригады. На тот момент это были полностью разрушенные и разграбленные помещения. Без окон и дверей, воды, газа, света. Фактически приходилось выживать. Начиналось все с пяти человек, приехавших на реабилитацию во главе с Николаем Новопашиным. Он осуществлял связь с внешним миром, привозил продукты, искал средства, стройматериалы. Это комплексная работа психологов, священников, коллектива, которые формируют человека. Потому что, как в Священном Писании написано, что человек, не владеющий духом своим, это как город без стен. И человек, который находится в страстях, он не владеет своим духом, потому что ему надо выпить, ему надо покурить, ему надо, он находится в каких-то бурении страстей, понимаете. И его надо из этого вытащить. Вот сегодня очень хорошо, что мы можем показать, что есть такой результат. И очень жаль, что сегодня мы многим не можем помочь, которые приходят к нам. И эта причина не в нас, потому что мы не можем помочь. А причина в том, что мы, специалисты, которые наработали уже опыт, набили руку, уже вот есть явный результат, понимаете. То есть сегодня 8,5 миллионов наркоманов в стране. Сегодня 240 миллиардов рублей выделяется на реабилитацию наркозависимых. Эффективность этих средств, со слов директора ФСК, 0,2%. То есть практически огромные деньги уходят в песок. Правильно? Сегодня мы показываем, что сегодня говорит первое лицо государства, священный, святейший патриарх говорит о том, что давайте помогать людям, давайте спасать молодежь. Сегодня проблема демографическая. Постепенно были открыты филиалы и реабилитационные центры в Ставрополе, Буденовский, Невиномысский, Георгиевский, Михайловский, Новоалександровский, Изобильном, Пятигорский. В 2004 году была создана местная религиозная организация «Православное братство» «Святого Духа», при котором было открыто несколько отделов. Реабилитационный, консультативный, отдел профилактики и работы с зависимыми, информационный, антисектантский, молодежный и паломнический. За несколько лет деятельности «Братства» проведены сотни профилактических мероприятий о вреде алкоголизма и наркомании в учебных заведениях, воинских частях, местах лишения свободы. Кроме лекций о вреде употребления психоактивных веществ, референты «Братства» оказывают помощь людям, пострадавшим от деятельности религиозных сект. Послушники Центра регулярно участвуют в гражданских акциях, направленных против деятельности тоталитарных сект на территории Южного Федерального округа. 5 мая 2007 года при поддержке секретаря Межконфессионального совета приполномоченном представителе президента России в Южном Федеральном округе Государственного советника Российской Федерации 2-го класса Сергея Ивановича Попова Состоялась встреча Николая Новопашина с архиепископом ростовским и новочеркасским Пантелеимоном. Владыка, ознакомившись с работой «Братства», благословил открытие реабилитационных центров в Ростовской области и городе Ростове-на-Дону. Сначала был открыт консультативный пункт помощи наркозависимым при Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в помещении Воскресной школы. Следующим был открыт консультативный пункт в Свято-Троицком храме. 5 сентября 2007 года была зарегистрирована областная общественная организация «Ростов без наркотиков». Позже были открыты три консультативных пункта в городе Новочеркасске при храме святых равноапостольных царей Константина и Елены, в городе Шахты при храме Покрова Пресвятой Богородицы и в городе Таганроге при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Всем обратившимся оказывается квалифицированная помощь православного психолога. 17 июня 2008 года был создан и освещен реабилитационный центр в Ростове-на-Дону. Вся работа ведется при социальном отделе Ростовской-на-Дону епархии. Духовным окормлением послушников занимается секретарь-метрополита Ростовского и Новочеркасского по городу Ростову-на-Дону, благочинный приходов западного округа протеерей Иоанн Осяк. Когда я вижу, какие они приходят, и когда я вижу, какие они становятся, то есть они приходят, кажется, все грязные, побитые, измученные. Как многие люди говорят, что этот человек уже все погиб, никакого толпы с него не будет. И вдруг потом проходит время какое-то, и смотришь, что этот человек совершенно становится необыкновенным, глаза сияют, все очищается. Я думаю, что это большое дело церкви, которое делается. В настоящий момент создан женский реабилитационный центр и открыты филиалы организации «Ростов без наркотиков» в крупных городах области. Самым масштабным проектом организации является постройка социального реабилитационного комплекса имени Макаренко в Батайске. Неоднократно комиссии различных уровней и специалисты признавали важность работы «Ростова без наркотиков». А высказывания о необходимости скорейшего открытия комплекса звучали уже и на федеральном уровне. В июне 2012 года было объявлено о начале строительства. С тех пор выделенный гектар земли был очищен от свалки, заложен фундамент, высажены плодовые деревья, появился жилой вагон – общежитие для строителей-добровольцев. Вот уже несколько лет с наступлением холодов воспитанники центра «Ростов без наркотиков» и примкнувшие к ним волонтеры готовят и раздают горячее питание, собирают, чинят и раздают теплую одежду, помогают добрым советам тем, кто в этом нуждается и, пожалуй, самое главное – вселяют каждому пришедшему надежду и желание изменить жизнь к лучшему. Ну, самое главное – люди, которые употребляли наркотики или алкоголь, они духовно опустошены. И когда мы воцерковляемся и служат священники молебны, тогда к нам приходит Божья помощь и Божья благодать. И нам легче справляться со своими страстями, со своими зависимостями. Это очень, ну, самая главная составляющая в нашей реабилитации – воцерковление. Лучшая методика борьбы с наркоманией – профилактика. Ведь, как показывает мировая практика, навсегда излечить от наркомании удается не более 2-3% заболевших. Большая нагрузка на исполнительные органы власти каждого региона ложится в связи с острой необходимостью пропаганды здорового образа жизни. Исходя из того, что проблема наркомании – это беда не только государственной власти, но и всего общества, Ростовской областной общественной организации «Ростов без наркотиков» в течение пяти лет ведется активная профилактика зависимости среди населения региона. Регулярные встречи проходят в высших и средних учебных заведениях, школах, воинских частях, с коллективами предприятий в местах лишения свободы. Особенностью проведения профилактических мероприятий является тот факт, что перед аудиторией выступают ребята, проходящие и прошедшие реабилитацию. То есть люди, которые знают о наркомании не понаслышке. Их выступления с рассказами о собственной жизни вызывают живой интерес. Но не только за партами молодежь встречается с волонтерами, но и на спортивных состязаниях. Среди друзей организации «Ростов без наркотиков» немало именитых спортсменов, олимпийцев, чемпионов мира, которые с радостью участвуют в спортивных праздниках и других мероприятиях, проводимых организацией. Регулярно общественные организации «Союз добровольцев России» и «Ростов без наркотиков» проводят соревнования в рамках ставшего уже традиционным турнира по дворовому футболу кубок дворовых команд «Спорт против наркотиков». В каждом турнире принимают участие не менее 10 подростковых и взрослых команд из «Ростова-на-Дону». Особая гордость организации «Ростов без наркотиков» – собственная одноименная команда, в составе которой недавние воспитанники реабилитационных центров и подростки. В 2014 году соревнования проходили при поддержке администрации Ростовской области. Организаторам турнира была выделена целевая субсидия, позволившая сделать для победителей ценные призы. Соревнования проводятся при поддержке отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии и Ростовской региональной общественной организации «Федерация футбола». Почетным гостем недавних соревнований стал депутат Законодательного собрания Ростовской области, олимпийский чемпион Варторес Самургашев. «Мы, безусловно, как спортсмены своим примером хотим показать, что наркотики – это зло, наркотики мешают жизни, нормальной жизнедеятельности, и только через спорт можно побороть эту болезнь». На сегодня ростовские реабилитационные центры стали одним из ключевых примеров, на базе которых утверждена и работает программа по созданию общероссийской сети реабилитационных центров. «Федерация футбола»